Продолжаем выпуск. Сегодня ветераны войны в Афганистане отмечают 35-летие со дня ввода войск в эту страну. По всей республике воины-интернационалисты возлагают цветы к монументам. Спустя годы бывшие солдаты по-другому смотрят на эту историю. Тимур Ирмашев расскажет подробнее. Каждый год 25 декабря Андрей Сухоруков приходит к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы почтить память своих погибших товарищей. Сам он чудом остался жив после того, как вертолет, в котором он находился, сбили маджахеды. В Афганистан он попал 18-летним юношей сразу после школы. Тогда, в начале 80-х, среди его сверстников еще мало кто понимал, что на самом деле происходит на южных рубежах советского государства. Честно говоря, стремились многие туда. Почему? Ну, как объяснить, почему? Потому что, может, воспитание такое у нас было, наверное. Интернациональный долг. Почему ребята там воюют, а мы что, хуже их, что ли? Впервые афганское руководство обратилось за помощью к Москве в марте 1979 года, во время мятежа исламской оппозиции в городе Герат. Всего таких просьб было около 20. И только спустя полтора года, после неоднократных провокаций на советско-афганской границе и усиления угрозы проникновения исламистов на территорию СССР, в Москве приняли решение о вводе войск. Тогда афганских маджахедов активно поддержали США и Великобритания. Мы прекрасно знали, откуда идет оружие в Афганистан, откуда поступают люди туда, какие инструктора там готовят этих боевиков. Это все, это закономерное продолжение. Но самое страшное то, что когда был подписан протокол о том, что советские войны идут из Афганистана, одновременно с последним солдатом должны были прекратить существование лагеря, где готовились эти боевики. Этого не произошло. Этих лагерей стало еще больше. В общей сложности в боевых действиях в Афганистане приняло участие свыше 22 тысяч казахстанцев, из которых более 700 вернулись домой в цинковых гробах и больше тысячи остались инвалидами. Однако, несмотря на все эти жертвы, миру так и не удалось решить проблему распространения радикального экстремизма. А ведь именно эту цель преследовало советское руководство, вводя ограниченный контингент в этот неспокойный регион. Тимур Ермашев, Бауржан Арымбетов, Информбюро, 31 канал.